Здравствуйте! Сегодня расскажем о последних событиях и жизни наших силовиков. В эфире Югра территория безопасности. Меня зовут Антон Войтович. Мы начинаем. В советском полицейские задержали сбытчика синтетических наркотиков. 24-летний житель Иркутской области попался с поличным. При себе у молодого человека находилось пять свертков с порошкообразным веществом белого цвета. Полицейские установили, что задержанный приехал в Советский для работы с закладчиком, желая таким образом расплатиться с долгами. Обосновавшись, он приступил к задуманному, сделав 30 тайников с наркотиками. Во время обыска в арендованной квартире изъято еще 18 свертков с аналогичным веществом. Экспертиза показала, что изъято является сильным синтетическим наркотическим средством альфа-ПВП или соль. Возбуждено уголовное дело. Молодому человеку грозит до 20 лет лишения свободы. В настоящее время он помещен под стражу. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok По версии следствия, в ночь на 4 марта текущего года обвиняемый совместно с братом распивал спиртные напитки в квартире по улице Промышленная города Советского. Во время возникшей ссоры обвиняемый схватил нож и нанес брату смертельное ранение в шею. Смерть мужчины наступила на месте преступления. По ходатайству следователя Следственного комитета обвиняемый заключен под стражу. В настоящее время расследование завершено. Материалы дела переданы в суд для рассмотрения. Санкция части 1 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации предусматривает от 6 до 15 лет лишения свободы. Подготовка к пожароопасному периоду в регионе завершена. В этом убедилась губернатор Югры Наталья Комарова. Она посетила расположение части Центра Спас-Югорье в деревне Шапша. Службу там несут 18 человек. Им помогает добровольная пожарная дружина из числа местных жителей. Сейчас это семеро югорчан. Очень большое подспорье. Добровольная пожарная охрана. И так же и на пожаре они помогают. Потому что, во-первых, у нас малочисленная пожарная часть. У нас водитель и два пожарных караули. Что-то большое. Естественно, что привлечение и местного населения, и добровольческая пожарная охрана тоже привлекается. Это существенно помогает нам. Ну, потому что живем в деревне. Деревня и так маленькая. Друг другу надо помогать. То есть, как бы, сообща все делать, скажем так. Подготовку. Периодически проводим учения с пожарной частью. И сами иногда отрабатываем нашими средствами пожаротушения. Спасатели экипированы всем необходимым. Обмундирование, противопожарные ранцы и две автоцистерны. Все есть у вас. Одеты, обуты, накормлены. А что чаще всего используется? Вот из этого. У нас используется больше ранцы. Ага. Штиль возле плода. Лопаты у нас. И основном у нас ранцы и вот штиль. Понятно. Что-то эффективно себя показало, как он штиль. Он у нас единственный, Наталья Владимировна. Он очень эффективен в работе. А надо сколько? Два-три. Два-три на сколько? На какую команду? У нас семь человек, пока на сегодняшнюю часть. Но у нас, добровольцы, семь человек, да. Это воздуходувка. Ее сейчас закупили. И пока мы еще не опробовали, но на тушение ландшафтного пожара, вот здесь, в Березовке, когда работали личный состав, 75-я часть и наши ребята. Она себя хорошо показала. Очень хорошая вещь. В этом году они уже прошли первую боевую проверку. В начале мая успешно потушили ландшафтный пожар, вспыхнувший в пойме реки. Тогда горело около 100 гектаров сухой травы. В течение одних суток, первых суток потушили? Или больше времени затратили? В течение одних суток. Первых суток. В течение первых суток. Пожаром мы, в принципе, всегда готовы к ним, так как у нас все-таки профессиональная эта работа. Для лесных пожаров, так же обучены, как и для внутри города, и внутри поселения работать. Мы всегда готовы к ней. Техника у нас готова всегда, всегда в порядке. Всегда все в рабочем состоянии. ПТВ тоже, ну это все наше вооружение, тоже все в рабочем состоянии. Тут люди должны быть как бы на этой работе людьми, во-первых. Ну и не бояться. Трагедия в Белоярском. Накануне вечером при проведении ремонта одного из участков газопровода произошло возгорание. На текущий момент один человек погиб, пятеро получили травмы различной степени тяжести и госпитализированы. Что известно к этому часу? Следственный комитет Югры возбудил уголовное дело. О терроризме речи нет. Пока что фигурирует 217-я статья Уголовного кодекса Российской Федерации. По факту произошедшего следственными органами СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу Югре возбуждено уголовное дело по статье Уголовного кодекса нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека. По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех причин и обстоятельств произошедшего. Руководитель следственного управления поставил ход расследования дела под личный контроль. Со своей стороны проверку ведет и окружная прокуратура. Мы продолжим следить за развитием событий. С приходом тепла в Югре активизировались браконьеры. В ходе рейда в нефтеюганском районе силовики поймали 40-летнего местного жителя. Находясь на реке, которая является миграционным путем к местам нереста рыбы, мужчина на моторной лодке сетью выловил 18 особей карася, причинив тем самым ущерб в размере 9 тысяч рублей. Незаконно добытую рыбу и сеть стражепорядка изъяли. Началось оперативно-профилактическое мероприятие «Есенний нерест». Она начинается с распаления льда и действует до 31 мая по всей территории округа на водных объектах. Это Опер, Тыш, с их притоками, протоками, пойменными системами. И на отдельном участке реки Канда до 30 июня. Это устье Канды и Кандинский ссор. В данный период запрещено использовать сетные орудия рыболовства, не только используя также нахождение сетных орудий рыболовства на судах маломерного флота, в водоохранной зоне также является нарушением как сами сети, так и фитили, не вода. В общем, все орудия рыболовства, которые являются сетными. Рейды в это время проводятся регулярно. Рыбнадзор традиционно прикрывают росгвардейцы. Ведь никогда не знаешь, кого можно встретить на берегу реки. Браконьеры нередко бывают вооружены и по городу сам. Сотрудники специального подразделения ОМОН, управления Росгвардии, по КМАО и Югре оказывают содействие в формировании патрульных постов групп на реке Обь инспекторам рыбоохраны при реализации плана контрольно-надзорных мероприятий по охране популяции сиговых видов рыб на территории Югры. В Сургутском районе возбуждено уголовное дело по факту хранения наркотиков в поселке Белый Яр сотрудниками полиции задержана 23-летняя девушка. В ходе личного досмотра в нижнем белье у подозреваемой был обнаружен и изъят прозрачный пакет с находящимися внутри девятью свертками из липкой ленты с кристаллообразным веществом светлого цвета. Согласно справке экспертов, изъятая содержится в составе альфа-ПВП, являющаяся производным наркотического средства N-метилэфедрона. Общей массой чуть более 8 граммов. Как пояснила задержанная, она приобрела наркотик для личного употребления. Запрещенное вещество забрала из тайника закладки в лесном массиве. За это ей светит до 10 лет лишения свободы. Полиция Нижневартовска задержала магазинного вора. Заявлениями к силовикам обратились управляющие двух магазинов. Они рассказали, что просматривая записи с камер видеонаблюдения, обнаружили вора. Неизвестный украл несколько предметов мужской одежды и обуви. Общая сумма ущерба составила более 10 тысяч рублей. Полицейские установили, что к преступлениям причастен один и тот же человек. В ходе оперативно-раскрытых мероприятий он был задержан. Злоумышленником оказался 20-летний житель города, ранее не привлекавшийся к уголовной и административной ответственности. Молодой человек признался с идеейным и рассказал, что накануне он зашел в один из популярных магазинов одежды. Выбрал ветровку, которая ему понравилась. Возьйдя в примерочную, снял с товара защитный магнитный датчик. Надел на себя сверху собственную одежду. Ну и не заплатив, вышел из магазина. Спустя два дня после совершения первой кражи вартовчанин решил повторить свой поступок. Но в этот раз его цель была в другом путике от того же торгового центра. Кроссовки известного бренда он спрятал под куртку в примерочной, воспользовавшись отсутствием обслуживающего персонала. И когда его не видят другие покупатели, беспрепятственно покинул помещение. При этом предварительно сорвал с товара антикражные датчики. Возбуждено уголовное дело. Пока что мера принуждения – это обязательство о явке. Силовики накрыли банду, промышлявшую вымогательством. Задержаны люди, которые организовали целую сеть анонимных телеграм-каналов, в том числе и о жизни Югры. Но далеко не все, что там публиковалось, соответствовало действительности. Эти ресурсы получали яркие и токсичные наименования. СООБЩЕНИКИ 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 Никаких поручих имя того или иного чиновника постов выходить не будет. Итак, кто же входил в преступную группу? Это профессиональный маркетолог, руководитель одного из пиар-агентств. Именно этот человек, как никто другой, мог объяснить потенциальным жертвам риски от репутационных потерь. Вероятно, подбираться к чиновникам ему помогал руководитель отдела одного из госпредприятий. А вот профессиональный журналист придумывал острые разгромные темы. Три телеграм-канала, входящие в эту сеть, публиковали посты о жизни в Югре. Материалы содержали недостоверные сведения, дискредитирующие власти Югры, а также крупных предпринимателей. Шантажисты предлагали руководству региона приобрести блок на негатив, за что в итоге и были задержаны. В ходе обысков в офисах и по адресам проживания фигурантов изъят так называемый холодный криптокошелек, денежные средства, мобильные телефоны, планшеты, ноутбуки, а также сим-карты, в том числе иностранных операторов связи и другие предметы, имеющие доказательственное значение. Предварительное расследование продолжается. Одно из громких уголовных дел в отношении профессионального медиашантажистов. За вымогательство осужден скандально известный югорский бизнесмен Эдуард Шмонин. Прикрываясь журналистской деятельностью, он атаковал главу региона, правительства и депутатов. С героев своих публикаций он требовал деньги, а в случае отказа угрожал уничтожить репутацию. Ему предъявлены обвинения в клевете, нарушении неприкосновенности частной жизни, распространении порнографических материалов, а также вымогательстве. Эдуард Шмонин получил реальный срок – 8 лет, который бывает и по сей день. Все эти уголовные дела обозначают новый тренд на борьбу с медиашантажистами. Злоупотреблять свободой слова и спекулировать на ней не позволят никому. Вот что об этом поводу думает политолог Борис Григорьев. Борис Григорьев. «Сложно. И когда такие каналы закрываются, это очень хорошо. Шантаж – это всегда плохо, а информационный вброс – совсем отвратительно», – отметил политолог. Эксперт также подчеркнул, что все сложности, которые есть в Югре, уже давно известны и опубликованы, в том числе и в официальных источниках. Я напоминаю вам, что все выпуски нашей программы можно посмотреть на сайте югратифиств.ру, а также в наших социальных сетях. Это Юграти – территория безопасности. Меня зовут Антон Войтович. Берегите себя и до встречи. Мы находимся в одном из самых популярных магазинов Ханты-Мансийска. Сюда приезжают целыми семьями, закупаются не на один день. Но безопасно ли это – сейчас выясним. У большинства упаковок нарушена целостность. Разные производители, но ни на одну из пачек мы не наблюдаем честного знака. Нарушений здесь действительно много, мы решили проверить. У него стоимость 73 рубля. Вы понимаете, да? Конечно, полкилограмма. Сливочного масла. Себестоимость его изготовления в разы больше. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова